Росводоканал Тюмень открыл сегодня в областной столице вторую автоматизированную сливную станцию для приема сточных вод. Первая на улице Раневская работает с 2019 года. Процесс вывоза стоков до 2014 не контролировался, но Росводоканал его упорядочил. Были созданы точки слива в разных частях города и заключены договоры с предпринимателями. На новом объекте побывал Алексей Козлов. Мы находимся в районе Воронинских горок. Здесь новый объект. Его уже запустили. Эта сливная станция будет оснащена автоматическим шлагбаумом, а также видеокамерой, которая будет фиксировать номер автомобиля. И таким образом через эти данные будет производиться оплата. А сама станция способна сразу принимать до 8 автомобилей. И здесь соответственно оборудовано 8 точек для разгрузки автомобилей. Сами трубы выполнены из нержавеющей стали, что повышает долговечность. Ну а сверху они оборудованы заглушками для того, чтобы избежать распространения неприятного запаха. И при строительстве и проектировании самой этой станции были учтены. И предыдущий какой-то опыт был учтен. И таким образом сложное технологическое оборудование расположили внутри здания. Но это позволяет также и более комфортно работать самим сотрудникам. Но также в этом здании находятся и угольные фильтры, которые очищают сам воздух. Опять же для того, чтобы предотвратить распространение неприятного запаха. Ну а также специальные устройства, механизм для механической очистки стоков. Сама станция была построена в рамках соглашения между администрацией города и Тюменским водоканалом при поддержке правительства области. Самая главная задача, которую сегодня интересуют потребители, это конечно стоимость услуги по вывозу жидко-бытовых отходов. И что касается муниципальной услуги, там где у нас идет субсидирование, она также уже изначально в логику заложена сокращение компенсации затрат именно от плеча доставки. Это сегодня уже ощутят себя потребители. За сутки станция способна перекачивать 1800 кубометров жидких отходов, а также более 6000 кубометров талых вод. 6 240. Ну для чего это нужно? Здесь рядом строится полигон, на который будут вывозить снег. Головогород его сейчас также осмотрел. Для жителей улицы Барнаульской, района Дома обороны, а также Митилева, пусть, по словам сотрудников водоканала, сократится в 3-4 раза. А тем, кто живет в районе Салаирского и Ирбитского трактов, там сократится путь в 2 раза. Алексей Козлов, Евгений Доценко, Тюменская служба новостей. Субтитры создавал DimaTorzok